Доброе утро! Всем привет! У нас субботнее утро. Зрители просили поснимать субботние влоги. И вот мы решили поснимать. Семейные влоги. Мы проснулись только что. Дети еще в пижамах. Никита всегда в пижамах. Тем более я играю в робокс. Я проснулась. Папульчик, привет! Привет! На столе лежит бумажка и фломастер. Никита какие-то вот тут коды писал. Это он из книги что-то написал. Ну, в школе. Я сначала такси в этой игре, а теперь я нашел такую машину. Это ты во что, в робокс играешь, да? Короче, Никита, смотрите, складывал. 4 плюс 12 плюс 20 плюс 24 плюс 24 равно 84. А это так? Да. А Никита у него кадры там в книжке были. Про крабки. Почему там какие-то кадры? Там очень много. Что там за книжка? А, это страницы. Это не коды. Это, мама, смотри. Вот это 4 плюс 12 плюс 20 плюс 24 плюс 24. Это 4 и тут я написала. 4 плюс 12 плюс 20 плюс 24 плюс 24. А 84 ты сам сложил? Да. На калькуляторе или в голове? В голове. Серьезно? Да. Ну ты умный. Так, Лиска включила гирлянду. Так красивее. И там красную включила. Блинчики. Блинчики делать? Да, блинчики. Они самые вкусные, да? Блинечка, идем накрывать на стол. Ага, пошли. А я пойду блинчики жарить. Хороший, молодец. Так, блинчики я уже, мне кажется, несколько раз снимала, как я делаю. Яйца, молоко, посолила, посахарила. И использую цельнозерновую муку для блинчиков. Сейчас я это все замешаю и буду жарить порцию утреннюю. Все сразу не буду жарить. Хочу показать вот эти вот язычки типа. Ну, они здесь сейчас все поломанные. Дети вчера. Лиза и Никита делали. Я им раскатала тесто такое слоеное. И они сами насыпали сахар и масло. Лиза поливала маслом, а Никита сыпал сахар. И когда я кусочек попробовала, там, короче, сплошной сахар. Настолько Никита все засахарил. Мамочка, у нас огурцов в запасе, да? Так они у нас идут очень быстро. Шкаф наш с беспорядком. С беспорядком. Такой слой толстый. С беспорядочной едой. Так, сейчас я делаю прием, которым у меня научила моя мама. Кипяток наливаю. Блинчики после этого получаются такие очень мягкие-мягкие, как заварные немножко. Так. Завтрак готов. Лиза раскрыла. Коленька, привет. Привет. Всем приятного аппетита. Кушайте. Спасибо. А потом мы поедем, дядя Витя, в гости. Ура! По плану. Мы едем в Костка. Сначала, перед тем, как дядя Витя поедем, заедем, купим каких-нибудь вкусняшек. Нельзя с пустыми руками ехать. Что-нибудь вкусненькое. И домой еще что-нибудь вкусненькое купим. Потому что мы все вкусное поели уже. А курица-гриль относится ко вкусненькому? Курица-гриль? Ты считаешь, с курицей-гриль можно в гости? Я просто спрашиваю. Ну, кому? Коль, относится к курице-гриль вкусненькому? А пицца относится к... Ну, как вкусненькому? Что лучше, пицца или курица-гриль? Такое же. Такое же? Дети маленькие. Одинаковая вкуснятина, да, Коль? Пицца? Я не знаю. Коль, Вов, ты что? Коля не знает. Да я за пиццу. Значит, пиццу, да? Я склоняюсь к пицце. Ну, тогда сейчас я заранее позвоню, чтобы потом мы приготовили. Мне кажется, что курица готовая, которая стоит 5 долларов, по-моему, это все-таки не очень качественно от этого самого. Мы уже приехали в Костка, сейчас зайдем, я внутри по телефону наберу им же, позвоню, закажу пиццу и потом на выходе заберем ее. Так мы всегда делаем, заранее звоним. Народу вообще кошмар. Суббота. Я тут с папой. Суббота, я не пойму, что такое, почему я... Парковку ни одну не имею. Представляете, мы не найдем парковки, это кошмар какой-то. Сейчас папа нас высадит в Костка, мы пойдем, а он будет искать парковку. Даже инвалидских нету. Все занято. Все инвалиды с Покена приехали сегодня. О, чудо, мы нашли парковку. И там еще одна машина выезжает. Слишком доход в Костка в этот день. Парковок нет. А, он сидит. Ожидает. Ножки. Мама, а что это за засыпки там? Засыпки? А? Не знает. Смотрите, как молодежь толкает тележки, работники, девушка. Вот это спорт, да? В спортзал ходить не надо, девчонки. Так, мы вот тут на входе сразу увидели новую камеру GoPro 7. И она с экраном. У нас вот эта белая камера сейчас, на которой снимаем, у нее нет экрана. А эта с экраном. Слушай, что, давай попробуем. Она, это, 4К, да? 4К. Да. 4К. Что означает вот это 60 FPS? Не знаю. Так, здесь есть держалка, здесь есть на голову одевалка. Давай возьмем, попробуем. У меня, кстати, сейл будет, когда-то, по-моему. Видео стабилизацию. Попочек. Секси-пест не очень хорошо. Почему? Это некоторые камеры, которые сейчас снимают, уже 120. Ой, Коль, нам хоть такой. Слушай, мне кажется, что... Что вот это такое FPS? Смотри, вот эта газета, мне кажется, она должна быть на сейле. Сейчас я посмотрю. Так, вот, смотри, мы нашли. С 20... Это на Black Friday, она будет на 30 долларов дешевле. А это та же, да? Правильно? Да, это GoPro 7 Black. Ну что, на Black Friday приедем и ее купим? Так она, вон, Early Start Online Only. Ну, а, значит, онлайн вообще ее закажем, да? Да. 28 ноября. Отлично. 30 долларов все-таки экономия. Сколько ты уже? Это игровой. Ой, они очень дорогие вот эти. Это вот насчет купонов. Все, пошли. Вот, купоны. А у нас дома есть такая рождественские платья. 15,99 на сейле. 4 доллара скидка. Гляньте, какие красивенькие. Праздничные. Разные цвета. У нас у Лизочки полно платьев, конечно. О, джакузи. Вот что нам нужно, да? На балкон. Что это такое? Самая дальняя. Ага, самая крутая. Мне кажется, ее хватит на всю нашу семью. А зачем на всю семью? Одному, двум, залез и все. И почему она? Нет цены? Бесценная. А, вот, 5500. Ух, ничего себе. Автомобиль можно купить. За эти деньги. Самолет можно купить. Самолет нет. Так, вот смотри, 400 долларов елка, да? 250 опять на сейле. Вот она большая. Да. Сколько она? 12 пить? Да. Коля там музыку увидел. Музыкальная джакузи, да? Слушай. Кошмар. Сколько же это стоит? Наверное, всю десятку. Вон, мам. Вон. Короче, дети. Коль, ты хотел живую елку. Мы с папой приняли решение в этом году живую елку ставить. Дети, живая елка в этом году будет. Поедем на рынок покупать. А может быть, надо к фермерам. Они через неделю уже будут продавать. Да, мы пораньше поставим. Как у нас, да. Пойдемте. Так, вот пошли вкусняшки. Здесь обычный тыквенный пирог. Мы домой тоже хотим вкусняшку взять. Мы будем рулет тыквенный брать или тыквенный пирог домой? Домой? Да, мы домой тоже берем вкусняшку. Никита что-то молчит. Папочек спросил у него. Он же тыквенный все любит. Тыквенный рулет или тыквенный пирог? Что? Тыквенные рулетики. Ну, пошли, он, наверное, на другой стороне. Вот они, они тыквенные рулетики и чизкейки, да? Слушай, я по чизкейку соскучилась уже. Не знаю чизкейки, я хочу чизкейк. Коска очень вкусный чизкейк. Он тоже тыквенный. Так, давайте к Виктору возьмем рулеты, я предлагаю. Давайте? Да. Выберите подальше. Только я их не знаю, я хочу домой чизкейк. А домой возьмите чизкейк тоже посвежее. 21. Да, они все до 25, они все свежие, одинаково. Их сейчас разбирают. Сейчас еще к тортике давайте сходим, посмотрим. Может, там на что-нибудь лучше найдем. Вот это размер гранат. Смотрите, мой кулак, а у меня рука крупная. Я почему тебя позвал? Потому что, когда ты приехал в Америку 15 лет назад, то их цена была 5,99. Сейчас смотри. За 6 штук, да? 19 долларов 6 штук. По доллару за штуку. Сейчас 19 долларов. По 3 доллара с лишним за штуку. Кошмар. Так, вот есть какой-то фруктовый пирог за 15 долларов. Пирожище. И орехи, и сухофрукты. Наверное, вкусно. Мы ни разу не пробовали. Сейчас возьмем. Да, это пирог. Так, ну что? Тирамису возьмем. Так, тирамису дай-ка гляну. Появился тирамису. Он тоже только на день благодарения. 16 долларов и такой вот тирамису. Есть шоколадный просто. Это тирамису. Я думаю, тирамису. Мы домой, тирамису? Или где-нибудь? Да, дверь. Ну, бери. Да, да, да. А рулоны куда? Тоже домой. Окей. Или где-нибудь тирамису? Когда у нас будет прием подписчиков, то он такой тортик поедет. На миллион подписчиков, ты думаешь, что когда-нибудь будет? Так, а вот этот тоже очень вкусный. Он похож на птичье молокочище, этот торт. Я не знаю, как дальше читать это. Это тоже очень вкусный торт. А это обычные заказные. Или просто на день рождения. Ну, они так более-менее съедобные. Кстати, вот эти ватрушки похожи очень. Они, конечно, отличаются, но чем-то напоминают ватрушки ростки. Восемь долларов. Две вот таких вот покупаешь и восемь долларов. Это черри, а вот это яблочные. Смотрите, к Рождеству наборчики продаются. Горячий шоколад. А что тут на палочках, не знаешь? Это шоколад. Куда-то опускать их? Его надо опускать? А, слушай, как интересно. Печенюшка, вот молоко. Сюда это все добавляешь. Зефирчик, вот эту вот посыпку мятную. И опускаешь вот такую ложку шоколадную. Она тает, и получается 13 долларов. Хороший, кстати, подарок. Так, ну это к Рождеству. А потом будем сюда смотреть. Мы от папы отстали, пока с Колей зазевались. Нашел пергаментную бумагу. Пергаментная бумага, она здесь продается. У них крайне редко в Костке. И она продается на сейле. Это теперь Киркланд. Она будет здесь на постоянной основе. А, ты думаешь, да? Уверен. И сейчас она на сейле. Вот она, та, которую мы тут убрали. И тоже на сейле. А, нет, это тоже Киркланд. Угоди, а почему ты такую взяла? Давай по объему посмотрим. Здесь 50 метров. Нон-стик написана, бумага. Не прилипающая, чем отличается. Кулинарная. Тоже нон-стик. Что-то непонятно, чем она. Мам, мам, тут больше. Да, здесь больше. Может, она... 8 на 50. А эта почему-то одна. Посмотри, вот эту всю разобрали. А вот эту... А тут больше. Может, просто эта старая упаковка, это новая? Да, это старая. Они абсолютно одинаковые. Да, это, скорее всего, просто новая упаковка. А разобрали старую. Она просто знакомая. Ага. Может быть, и нам тоже взять старую? Потому что мы с ней знакомы. Ну, давай. Возьмите старую, последнюю. А то уберите. Хотя я уверен, что она одни одинаковые. А не пока. Смотрите, какую игрушку увидели. Орущую. Как она включается. Видите, попугай орет. Ой, такая мягкая, такая пушистая. Гладенькая, приятная. Ага. 23 доллара. Сейчас много подарков к Рождеству. А вот пианино за 450. Дети хотят. Игровой автомат дома, пожалуйста. Цены, да? Слушай, остановилась, увидела. Что это такое? Это персики. Персики без шкурки, очищенные в сиропе. Наверное, вкусные. Но сахара они... Все, да? Да. Идем платить и едем. Так, кассы пустые. Странно. На кассах людей мало. Все кассы открыты. Мы идем с малышней за пиццей, папа платит. Пошли. Малышня. И Коля тоже малышня. Я с папой. А, бай. Мы забрали пиццу и купили еще один сэндвич для Сони. Так как она с нами не поехала, хоть какая-то вкусняшка ей достанется, потом отдадим. Можно и купить пиццу достанется? Ну. Так, где мы припарковались-то, не помнишь, Лиз? Ну, как можно. Сейчас будем искать. Мне кажется, надо сейчас уже направо поворачивать. Эй! Откройте. Мы туда пошли, на стоянку. К сожалению, мои две руки не позволили мне на телефон ответить. Ну, я себя снял, уберег. Я тебе звонил. А вот люди везут матрас сдавать. Что-то не так. Сколько они на нем поспали? Да сложно сказать. Но так выглядит вроде неплох матрас. Но что-то в нем не понравилось. Ты думаешь, что не понравилось? Что-то. Так, вон, они такие люди в районе 50-ти лет, сегодня поеду. 50-55. Но что-то не понравилось. Так, кстати, про Соню. Сони с нами нет. Почему? У Сони куча домашнего и работы на выходной ей задают. И она осталась дома домашку делать. И куча уборки в комнате. Да, и Соня очень занятой человек. Ей не до развлечения, как у нас бездельников. По субботу у Сони кошмарно. Много дел. Она там закрывается в комнате и выходит. Матса, что сверху? Это я Соне сэндвич взяла. Соне сэндвич? Ну, ей же не достанется пиццы, тортик. Так мы же не домой. Я понимаю, потом разогреем его. А, потом. Наш любимый парк, где Эгг-хантинг проходит на Пасху. Охота на яйца. Глянь, у мужика какие-то волкодавы. Настоящие волкодавы. Ой, такие собачищи. Огромные. Я таких больше собак боюсь, чем овчарок. Я тоже. Потому что овчарок знаешь, чего ожидать. Она либо злая, либо нормальная. А эти не поймешь. Обязательно укусит. Никита говорит, там какой-то бегунок бегает. Вот эту девочку или женщину, не знаю, назвал бегунком Никита. Так, а вот мы к дядю Витю приехали в их огромное домище в Косте. Почему он огромный? У нас больше. У нас, конечно, больше. У них гараж такой же большой, как у нас весь дом. Вы точно нажали? Идет, да? Здрасте. Привет. Ты один, Виктор? С маняшей. С маняшей. Приветствуйте, Света. Здрасте. Привет. Открывай. Нормально. Калек, мы тебя вообще не узнать, ты уже с меня ростом. Да, дядя Вить, скоро обгонит, как и твои сыновья. Вау, тортик, приветствую. Гля, у вас какая-то аппаратура. Ну, естественно, мы же приехали у тебя интервью брать. Ты нога уже настолько древняя и нерабочая. Я ее покупал еще до знакомства со Светой. Я ее купил. А выглядит как новая. Я ее покупал старая. Мы с твоей на Тусе первый раз в Россию ездили. Да, ты с ней ездил, я уже забыл. Дядя Вить, ну требуют зрители интервью тебя взять. Все скучают и на одном, и на другом канале там срочно. Я уже известный стал. У тебя конкурент есть, Веруня. Вот непонятно, у кого вперед надо было взять, но ты как-то это, получился быстрее. Проходите, проходите, пожалуйста, я рад вас видеть. Ой, как у вас тепло, хорошо так. Маняш, привет, красавица. Ты что делаешь? О, домашнее песочное печенье? Маняш, рукодельница или как там назвать? А где же Сонечка? Соня Сил. Ой, Соня, она вообще, сплошные у нее уроки. Новая стена, да? Ого. А это? Это обои, да? Ну, видишь, Вова заметил, что у нас новый дом. Новая стена. Да, Вова более внимательный. Круто. Мы как-то на выходных смотрели с Маняшей, с Мамутикой, вот эту новую стену. А потом я ее сфотографировал на работе, говорю, как они обычно спрашивают, что на выходных делают. Я говорю, я переезжал в новый дом. Вы же не так давно переехали. Но я им бы казал эту фотографию, они, что, серьезно, переехали в новый дом? Ну, как всегда они начали. Да я, конечно, сфотографировался. Короче, я понял, что, чтобы переехать в новый дом, надо просто срочно стену переклеивать. Слушай, а это там как пленка, сзади клей, да, клейкая? Да, она, это, вот это, у нее есть база такая, толстая бумага, и эта бумага отклеивается, а эта... Как большой стикер. Да, как большой стикер. И все, и надо аккуратненько просто наклеить. А сколько это стоит такая штука, вот эта вот наша стенка? Это 60 или 70, да. Это на прежнюю... Но, я тут, она снимается легко. И она даже, наверное, не повреждает стену, да, как? Нет, маняша дула этим... Феном. Феном, да. Но по-русски это фен, а по-английски по-другому. Я почему это делаю... Акцент. Это акцент. Потому что мы с Мамусей были в гостинице не так давно, в Портленде, и я ее взял с собой на конференцию по своей работе. Ну, и когда она вышла из шауры и стала фен использовать, волосы обдуть, то он не работал, он был просто сломан. И я позвонил на фронт-деск и говорю, извините, у нас фен сломан. А, нет, а мы сейчас... Вентиляция, наверное, подумали, да? Да, и я положил трубку, и через несколько секунд я понял, ноу, я им не то сказал. Я им перезвание, говорю, я не то вам сказал, извините, у нас сломался hair blower. Вот, но в это время уже... Hair dryer. Hair dryer. Да, в это время уже стучали в дверь, и мужчина стоит с вентилятором. Ну, я ему говорю, вы извините, я просто первый звонок неправильно, а он по-русски мне. А, вы русские, вы, случайно, они не на свадьбу к нам приехали. Ну, я ему говорю, ну, мы вообще-то не на свадьбу, а что, у кого свадьба? Он думает, я и племянник, сейчас со всей Америки тут едут, но я подумал, может, вы тоже приехали. Никак не знает, кто приедет. Ну, и он сразу нам привез, принес hair dryer быстренько. На свадьбу не позвал? Ну, нет. У нас были занятые дни, там, конференцию. Как про армянские свадьбы шутят. Армянские свадьбы бывают такого масштаба, что внутри этой свадьбы можно сыграть свою свадьбу, и никто этого не заметит. Офигеть. Что там, у тебя одиннадцатый, да? Да. Ух ты. Сама заработала, да? У тебя не три камеры, да. Ну, расскажи, кем ты работаешь? Маняша бизнес-вумен. Бизнес-вумен? Я детей смотрю. Бэбиситтер, да? И как, ты каждый день работаешь? Не каждый, когда спрашивают, тогда... По району здесь, вокруг соседей, да? Сколько платят в час? Ну, может, двадцать там. Ого! Неплохо, двадцать долларов в час. За детьми посидеть. Ты не хочешь посидеть, посмотреть за детьми? Я со своими присматриваю пока. Бесплатно. У нас соседи, кстати, очень хороший этот Курт, он со мной работает. Молодая семья, и у них трое детей. И они частенько маняши просят. Иногда они ее просят экстренно, то есть не запланированно, не заранее, а экстренно. Звонят, Маша, дома, дома, можешь посидеть? А он доктор? Ну, он ассистент хирурга. Ну, хорошо заработает. Ну, да, он хорошо зарабатывает и это. Им там заплатить, скажем, там она на час побежит к ним, они иногда ей там, ну, 50, потому что, знаешь, это... Экстренно. Экстренно, и мы не ожидаем. Но я им даже детям говорю, дети, вы в следующий раз тогда уже не бери, потому что как бы это... Ну, и они иногда не берут, так посидят, иногда они берут, там, ну, и так... А то Семен тоже, да? Сему просили несколько раз. Да, но они, мне кажется, я не знаю, кого они больше любят. Тебя, Маняш, или Сема? Меня. Тебя. Ну, я там с девочками играю, все, Сема просто, они говорят, что он на телефоне там сидит. И Сема, Сема отбирает у него телефон. Ну, да, видишь, Сема, он уже большой такой он парень, и ему вот эти все уже там прыжки, скачки, неохота. Маня, ну и нравится тебе 11-й айфон. Угу. Хороший. У тебя до этого 6-й был, да? Угу. Большая разница? Ну, да, камера очень хорошая. Классная картинка, да? Ага. Могу показать. Ты можешь так, потом вот так делать еще. Клугу. И она все делает, видишь, она. Ну, да, и портрет. Вообще, какие-то 10 лет назад все ходили с этими мыльницами. Ты его за сколько купила? Не помню уже. Тысяча? Возможно, это посыпь, если они его так проложат и прозвонят. Если там кто-то стоит, кто-то пришел. Маша, что ты домашнюю работу делаешь, да? Ага. Я верю, что нам надо... Части речи. Эти definitions, а потом экземпл. Ага, это объяснение и пример. Это существительное, глагол, прилагательное, наречие. Это я тебя по-русски сразу читаю. И ты пишешь примеры. Описание, что это означает, и примеры, да? По-английскому. Тебя тоже на выходные задают, да? Ага. У нас там Соня дома сидит тоже домашнюю работу. Только она в компьютере. Ты делаешь в компьютере домашнюю работу? Не всегда. Нужно на paper делаем. А это задают на бумаге или в компьютере? Ну, в компьютере, а потом... Если у нас ноты, мы на компьютере, а потом бумагу делаем. То есть ноты, это значит записать, да? Да. А то по-русски ноты, это музыкальные ноты. У меня есть тут German я беру сейчас. Немецкий. У нас тут... Манечка, сильно немецкий похож на английский? Ноты есть, видишь, мы записаем все тут. Знаешь что-нибудь по-немецки? Можешь сказать, меня зовут Мария? Einzweindrei. Да не Einzweindrei. Меня зовут Мария как по-немецки. Weheist Maria. Ооо, я уже ничего не помню. I do. Я даже в университете английский учебный, но ничего не помню. Плохо учил бы. Ну, и тебе только по-английскому задают на выходные или еще по математике? По математике тоже. Ну, не всегда на выходные. Там ириоткан она нам дает. Тесты уже сдавали? Ага. Какие оценки? Ну, еще не знаю. Мы только что брали. Маша на телефону сделала. Мы поставили в духовку разогревать с картонкой. Пицца, она загорелась. Не, ну это просто потому, что мамы нет, и мы не в курсе, как все это делается. Я тоже такой плитой незнакома вообще, не знаю, что это. Мне показалось, что горит вот здесь. А почему там это начало? Она горит, тлеет. Надо срочно ее тушить, а то пожар будет. Я ее, это, вытяну. Так, на что пиццу скинуть? Да вот у меня ее. Сразу по тарелкам. Включите дойку. Развожи. Маняш, открой, может, балкон на минуточку. Эй, зачем ты все пиццы забираешь? Забираешь, Никита? Ты говоришь, зачем ты все пиццы забираешь? Дядя Витя дом спасает от пожара. Так, давай еще тарелку, Маняш, сюда. Не ставь, а то ничего. Давай, быстрее. Горит, горим. Подогрелась. Подогрелась зато. Ее надо намочить, но она сейчас сгорит вся. Дайте так, а надо. Лиза говорит, картонный пожар. Ой, как хорошо здесь, красиво. Горит? Тлеет. Сухенькая. У нас теперь копченая пицца, смокт. Да, у нас теперь хорошая пицца. Ну, что там, потушили? Не тратись, потихонечку. Так, у вас где синяя гармичка? Да. Смотри, по ней стерз, делали красивый вид. Где лестница? А, вон винтовая, да? Винтовая лестница. А, это лестница, круто, да. Глянь, у них и вниз вот этот спуск. Маня сказала, вуу! Слушай, они ходят вниз, интересно, у меня там все огородили, да? Ага, он там стреляет турки. Да? А можно отстреливать их? Да, он их просто выгоняет. Пугает. Ага. Они к нему тут летают, а потом не могут назад, и он их тут. Они вдвоем живут? Ага. Че, все в таком доме вдвоем? Там кормежка для белок, наверное, да? Да. А, слушай, гляд, правда, домик сделали. А тут и как. И здесь люди вдвоем живут, и в том доме вдвоем, да? Да. Че, что в таком огромном доме вдвоем делать? 400 квадратных метров. Ужас. Стойте. Ну что? Так, все, заходите, а то босиком все вышли. Эти конфеты очень вкусные. Мне их нельзя. Хотя... Отличный запашок. Глянь, как шашлыки пожарили запах. Как костерчик в доме сделали. Неплохо. Сейчас мама придется работать и скажет, что случилось. Ну, а Коля скажет, пожар будет. Это ты кому стульчик такой? Никите царский. Рон, Рон. Никита теперь выше всех. Сюда засовывай. Так, сейчас я сниму тортик тирамису в профиль, сниму, как он выглядит. Классный. Мы, короче, в Мексике попробовали эти пирожные тирамису. И здесь, в Америке, такого нет. Вот это, конечно, вкусный, Коска, но он не такой. Мам, мяш, мяш. Лиза на троне, Никита на троне. Вкусная пицца? Вкус, очень вкусная пицца. Тоже с молоком, да? Ты что, скромничаешь? Я аппетит нагоняю. Когда съедят, да? Когда съедят, съедят все все, да? Я завидую. Сейчас скоро у меня проснется аппетит, и я тоже. Что происходит? Обижают. Обижают. У вас такие игры там, да? Попался. Что вы тут делаете? Маняш, ну ты расскажешь, где ты теперь живешь? Мам, знаешь, что? Тут, да? Ну все, ты уже, это, окончательно теперь твоя комната все переделала. Ой, какая елочка красивая. Ты уже поставила? Ну да, мне надо еще ордамент купить. Украшения? Угу. Столик у тебя прикольный. Я его сама сделала. Сама? Так долго я там что-то правильно, неправильно сделала. Все надо разбирать потом. А, в смысле, собиралась детали из-за частей, да? Вся жизнь фотография. Классная комната у тебя. А еще круто, что у тебя своя собственная ванная, да? Да. Тоже мне надо. Супер. Так. Халюска на папу тоже похож, да? Я ее зову Белатон. Ой, ой, халюсенькая. Что там, свет, да? Ой. Красотки. Обе на папу больше похожи, да, чем на маму? Свет, свет. Скажи, свет. Свет. О-оу, свет. О-оу. Традиционную нарду. О-оу, ты свои привез, да? Угу. Коль, тебе достанется поиграть? Я не думаю. Я думаю. Смотри, как радостный. Ха-ха-ха. Ай. Спокойные, да, девчонки? Это спокойно. Это вообще спокойно. Моя же такая шутка. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ой, берите, не урони. Страшно. Спасибо. Ха-ха-ха. Ой. Ой, у меня сейчас сердце осталось, Виктор. Так, ну что, друзья, мы поехали домой. Спасибо за гостеприимство. Пожалуйста, нам было очень приятно. И вообще у меня сегодня, гляд, праздник. Да, сегодня вообще. Маляша приехала с Белатон. Я вообще. Ха-ха-ха. Ой, по-моему, да. Я не видел, кстати, у него, наверное, у нас сколько не было. Что? Да? На меня не задавишь? Я не задавил, что я с собой нибудь пойду. Да, мы решили с собой Изабеллу забрать. Вы нам отдадите? Правда? Да. Пусть она у вас поживёт. Да, мы себе заберём девочку. Будет у нас жить. Да? Ура! Шучу, шучу. Сань, привет, ты в видео попал. Пока, пока, пока. Пока, пока, пока. Пока, пока. 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 Красота, кривица, мой кота, чижика, собаку, печку-запияку, обезьяну, попукая. Вот компания какая. Все, давайте зрителям до свидания скажем. Мы сейчас приедем домой, я сразу буду монтировать этот ролик. Давай песенку допою. И, кстати, кто смотрит этот влог, мы объявление делаем. Мы сняли ещё интервью с дядей Витей сегодня, который выложим на другом канале. Funny for Family. Вот, так что смотрите на другом канале сегодняшнее интервью с дядей Витей. Эти поют. Все, дорогие зрители, если вам понравилось это видео, и как Лиза с Никитой поют, то... Поставьте нам лайки. И подпишитесь скорее до миллиона. До миллиона, да? Спасибо, что... До миллиона. Спасибо, что вы всё это время были с нами. До свидания. Всё, едем к Соне. Поздравляем. Какой сегодня день? С днём дяди Вити. С днём дяди Вити? Я думаю, ему понравится. Мама. А? Знаешь что? Что? Я хочу, чтобы ещё поснимал потом дома. Никита, мне монтировать надо. Спасибо.